Я Карев Евгений Юрьевич, отец погибшей в автокатастрофе несовершеннолетней Каревой Алисы Евгеньевны. Обращаюсь к прокурору Саратовской области Филиппенко Сергею Владимировичу. Моя дочь 13.05.2019 года погибла в автокатастрофе с участием автомобиля УАЗ, принадлежащего Петровскому ЦРБ. С 13.05.2019 года проводилась доследственная проверка органами внутренних дел Петровского района. Выносились мне постоянно отказы в возбуждении уголовного дела, которые тут же опровергались. Так ничего и не получилось. В настоящее время материал передан в Главное следственное управление, Главное управление Министерства внутренних дел в Саратовской области. Я считаю, что в следствии имели все основания возбудить уголовное дело по факту гибели ребенка. В связи с изложенным, с моей стороны, со стороны адвоката, в адрес Петровской межрайпрокуратуры, не раз подавались жалобы, которые оставались, так скажем, без внимания. При этом обращаю ваше внимание, что автомобиль под управлением Долгова не проходил технического осмотра и у него не было страховки. Автомобиль уехал на 50 метров от места столкновения. Следов торможения не имелось. На это почему-то следственные органы внимания сильно не обращают. Вместе с тем, согласно протоколу осмотра места происшествия, которое проводилось 13 числа, оно проводилось с 17 часов 15 минут до 18 часов 55 минут с участием долгового водителя. В это время каким-то образом в 18 часов 05 минут он прошел освидетельствование. У меня есть сомнения вообще, что он его проходил, и ввиду того, что он тоже работает в Петровской ЦРБ, и это освидетельствование там проводилось, у меня сомнения есть. Также в процессе осмотра места происшествия старший следователь следственного отдела Четверяков забыл отразить в протоколе загруженность автомобиля. Там очевидцы говорили, что он был загружен металлоломом. В протоколе осмотра места ДТП было отражено, что автомобиль после столкновения с девочкой на велосипеде еще проехал почти 50 метров, и ни в момент возникновения опасности, ни после следов торможения у него не было. Необходимо также обратить внимание на то, что сразу следователь Четверяков при проведении проверочных мероприятий, по какой-то причине в назначении автотехнической экспертизы указал время движения моей дочери от осевой линии. Хотя с ним сидел пассажирка Степанова, она видела девочку с обочины, а он с осевой линией начал мерить. Более чем в два раза уменьшил время реагирования водителя. Чему-то по какой-то причине прокуратура никак не отреагировала на эти нарушения. С осмотра места происшествия автомобиль был отправлен на специализированную автостоянку. Там его не опечатали. Свидетель Неруссков, который этот автомобиль перегонял на стоянку, дало показания, что когда он сел за руль, завел машину, но начал проверять работоспособность автомобиля, тронулся, нажал на тормоз, тормозов не было. Рядом стоял Долгов. Он спросил у него, что у тебя с тормозами. Тот ему сказал, что они у меня такие. Тормоза начинали работать в конце второго качка на третий раз. Нажатие на педаль тормоза, тормоза начинали работать. И вот Неруссков, он машину перегонял на стоянку со скоростью 20-25 км в час. На второй скорости доехал. После происшествия трех месяцев, когда машина простояла на стоянке, я все-таки добился того, что провели диагностику автомобиля. И по каким-то причинам тормоза были там в полном порядке. Что было зафиксировано, что дает мне право считать, что автомобиль был сделан. Тормозная система автомобиля была сделана. Учитывая изложенное, а именно, что водитель, совершивший ДТП смертельным исходом, грубо нарушил правила движения, машина была с неисправной тормозной системой, полиция была обязана возбудить уголовное дело по данному факту. Учитывая изложенное, руководствуясь положением прокуратуре Российской Федерации, прошу первый дать подробный ответ, какие меры прокурорского реагирования были приняты по моим жалобам относительно нарушений сотрудниками Следственного отдела МВД России в Петровскому району. Требование действующего законодательства при проведении проверки по факту гибели моей дочери, Каревой Алисы Евгеньевой, в ДТП 13.05.2019 года. Второе. По какой причине в течение уже более полугода проведения доследственной проверки не было принято решение о возбуждении уголовного дела по факту ДТП. И третье. Прошу рассмотреть данное обращение по существу и решить вопрос о возбуждении уголовного дела по факту гибели моего несовершеннолетнего ребенка. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова